Всем привет! С вами Aronimus и очередная серия летсплея по игре Mount & Blade Warband. Вот, была куча мыслей перед тем, как я начал снимать, но почему-то у меня вылетел мой жесткий диск на терабайт. Фрапс начал писать на системный диск и в результате чего мне пришлось все переподключать, и я все забушну хотел сказать. Ну ладно, давайте тогда вспомним по делу. Ага, нам сейчас нужно доставить сообщение вот в этот замок. Не знаю, почему мы с этим тупили три дня. Вот я сменил наконец мышку, потому что та мышка, которая у меня была в конец, уже нельзя ей было пользоваться совершенно. Нельзя было нажать на кнопку, поэтому я ее сломал и выбросил нафиг. У меня теперь новая мышка, которой уже два года, кстати говоря. Но это самая дорогая мышка из тех, которые я когда-либо покупал за полторы тысячи чертовых рублей. С восьмью кнопками и с пяти настройками профилей. Правда, она тоже, учитывая невероятную чувствительность, с которой я обычно играю, довольно часто проявляет свои эпилептические наклонности. Поэтому тоже часто глючит. Так, ладно, задания для дамы мы сделать не сможем никаких. В принципе, не надо. Ага, радугер. Мне, собственно, нужно было его найти, но, видимо, куда-то смылся уже. Ааа, черт, где мои часы? Ааа, прошу прощения, я забыл про то, что у меня часы, и жатуха не знаю где, поэтому у Сирии, скорее всего, будет немного короче. Такс, а, вот, ну, не так далеко. Как видите, колесо глючит. Вот так вот. Ну и ладно, в принципе, это не так мешает пока что. Альтернатив все равно нету. Я, может быть, и оставил бы их, если бы это не были наши дезертиры, вигирские. Уж на своей этой земле мы дезертирства не допустим. По крайней мере, из своих. Не знаю, я, вообще говоря, обещал на этой неделе снять магику, но, блин, нет совершенно никакого желания. Но, вообще, я думаю, что вся эта идея с запланированными проектами вообще гнилая какая-то. Ну, действительно, когда это все хаотично, тогда намного лучше получается. В конце концов, надо иногда отдохнуть от видео, несколько дней ничего не делать. Так, сейчас мы выломимся прямо в их ряды. Потому что в один ряд их всего 10 человек. Попасть ему заехал по лошадь, блин. С такого расстояния. Я с такого не могу копьем попасть. Да. Мрачно, блин. Он попал на плюс 2, право все равно на него бил. Блин. Нужно долго учиться с копьем управляться, конечно. Я не знаю, как вы можете найти у меня специальный выпуск. По-моему, там было это где. Вся серия была целиком посвящена рыцарскому удару. Но она есть. Правда, она не входит ни в один лаз-плей, по-моему. Поэтому вам будет непросто найти. Но вполне возможно. Там я в одиночку уничтожаю целый отряд исключительно рыцарскими ударами. Так, ну что, ну всадник, конечно. Мечники нам вообще не нужны пока что. Тем более, учитывая, с кем мы сражаемся. Фух, неплохо. Скорость. О, даже быстрее. И длиннее. Мне нравится. А что, кого-то нельзя, такая фигня. Это тоже возьмем. Ага, вообще, говоря, нам можно все это дело продать, да? Ладно, тоже не проблема. Совершенно не проблема. Всадник. И все. Ладно. Так, с ней ясно вообще по какому плану действуют наши прославленные полководцы. Как-то неразрозненно очень. По замкам шастают. Без всякого смысла и цели. Ну, привет, боярин. Я, конечно, думаю, что за три дня письмо безнадежно устарело, но... Такие уж нынче средства сообщения. Так, блин. Ну, вот вы видите, да, он тоже... Эта мышка тоже периодически дергается, потому что, как я уже говорил, у нее просто невероятная чувствительность. То есть вот это я... На полсантиметра сдвигаю руку, она вот в другой конец экрана летит. И поэтому провод, который трется об стол, тоже часто замыкается. Так-с. Помню, что в огнем и мечом при доставке сообщения отношения с боярином, чье сообщение вы доставляли, повышались не на одну единицу, а на две. То есть вы повышали отношения на единицу, когда подтверждали выполнение задания, и получали единицу, когда вы доставляли сообщения. Таким образом можно было достаточно быстро повысить отношения, улучшить. Ну, это, конечно, если он будет так часто вести на курьерские миссии. Да, очень похоже на обливаемую музыку. Я ностальгирую порой. Но играть в нее все равно не могу. Уж больно я ее хорошо знаю. Игру, чтобы еще что-то там делать. Ну, вот, кажется, все. Так, теперь какой бандит мне попасть с такими денежищами? Угу, мне попали. Ты кто? Ага, торговец. Ты уже... Уже не наш по рангу. Три. По 123 динаров, фигня. Привет. Привет. Давай. Боевая. Хорошо. Не знаю, зачем я учу все эти поэмы. Нафиг они мне нужны. Ну, так, на будущее. Потому что потом, когда у нас станет время, уже будет совершенно точно лень бродить и искать это все. Так, однако, задание мы сдали. Теперь у нас два пути. Что бы делать? Первое, это идти на территорию врага и захватывать копейщика. Второе, это поискать, может быть, спутников. Я думаю, что сейчас я займусь поиском спутников. Раскачкой войска. Перед тем, как встретиться с врагом. Ну, просто 36, это не так уж и много. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Мы здесь, видимо, уже сначала крестьян набрали, а потом еще и убили кого-то здесь. Ну, вот. Ладно, мне здесь от вас ничего не надо. Да, наверное, после того, как закончу оригинальную, я все-таки примусь за компанией. Так, ну, принимаем, чем нет-то. На самом деле, если отклонить предложение по выкупу, то вы получите очки бесчестия. Хлеб, я вас знаю, на что они влияют вообще. Но, не знаю, вообще. Может быть, с большим количеством очков бесчестия вам будет труднее стать королем. Вообще, не знаю. А может быть, и не будет труднее. В общем, мутно это все дело и не нужно. В конце концов, я бы не стал задерживать пленника на пару недель только для того, чтобы, блин, получить пару лишних сотен динаров. Так, ну, вот тут мы и обломались. Где он? Вот, е-мое. Ну, и зачем нужно было туда переть? Я еще забыл про одну важную вещь. Дело в том, что... Как я уже говорил, эта война имеет свойство быстро заканчиваться, поэтому зря я прямо сейчас поперся за спутниками. Это я лучше сделаю, когда-то будет мир. А 40 человек. Ну, нормально. Их разовем сейчас. Будем втражаться. А то, что нас вызывают, это еще... Блин, ну, посмотрите, какой у него магнитный поиск пути. Чё бы, мне кажется, до обновления лучше было. Раз он созывает армию, значит, что-то эпическое планирует. Типа очередной неудачной безумной осады. Спутников нет вообще, а жаль. Джеймс нам бы пригодился очень даже. Ну, что поделаться. Потом нужно будет обязательно поездить по большим городам. Найти их по максимуму. Помните, когда я в первый раз играл огневым мечом, у меня было то ли 10, то ли 11 спутников. В смысле, со мной. Это очень много. О, это вот стрелки. 22, хорошая разминка. Для начала дня. Думаю, сегодня будет 4 серии, а не 3, как обычно. Не знаю почему. Может быть, потому что мне так хочется. Ага, ага. Все-таки нужно разобраться с пикой. Хотя, достаточно это нестабильная вещь, рейсерский удар. Может быть, она бывает полезна, когда вас там несколько, но при больших скоплениях народу рейсерский удар очень нестабильен. Его лучше не использовать. опять плюс 2. Я на самом деле только и делаю сейчас, что повышаю уровень грибкового оружия. Насколько я помню, в одном мече мне удавалось развить одноручное оружие до 300, кажется, единиц. Ну, это, разумеется, не максимум. Развивал я его 300, кажется, дней. Ну, да, где-то. Где-то так оно и было. По одному дню на одного мини. Ну, да, типа того. Там Кера как раз-таки захватил половину речи поспалитой. Разумеется, не просто так, а с этим, как его, с претендентом на трон. Забыл, как его там звали. Вот стрелок наш. В принципе, его можно переманить на свою сторону, но, как я уже говорил, это дело тоже не очень-то такое стабильное и понятное. Ну, булава неплохая. А что, можно и использовать, в принципе. 235 динаров. Нет, 8 кнопок, это, конечно, офигенно на мышке, но, блин, их нужно все настраивать. Настроить их можно только с помощью специальной программы, которая есть на диске. Диск потерялся, а привода у меня уже 2 года как нет. Ха-ха. Так, здесь кто-то еще был. Нет, нет, никого нет. Блин. Ой-ё-ё. Это наша. Нет, не наша. Ну, и куда вы, если здесь враг? Куда вы бежите? В Куров? В Курав, не знаю. Посмотрим. Это кто? Ну-ка. Сопровождать ряд бояльных мармудов. Давайте тогда тоже. Блин, ну что такое? Что такое вообще? Уже его сопровождали. Где он тогда? Ну, и как я пойму, где он, этот боярин? Если его нигде нет. Я, конечно, могу спросить, конечно, но... Блин. Дважды употребил слово, конечно. Ну, это кошмар вообще. Конечно, могу спросить, где он, но это как-то скучно. Но, видимо, другого выхода у меня нет. Вот не на юж такие залы, когда нужно идти туда, потом подниматься, идти обратно. Ну, а чем это все надо? Офигенная. Он славянский имиджка, конечно. Привет, боярин. Где он же главнокомандующий? Тьфу ты, а что вы тогда здесь делаете, блин? Вообще, мне не ясно, например.